Вышла там новая Toyota Camry. Ну и чё? Но вышла она и вышла. О, а это... А ты снимаешь, ты... Иди сюда... Короче, сбегается человек 40-50. Я самый тупой в своей организации, и я этим горжусь. Друзья, всем привет! Сегодня 7 июня, и мы приехали в гости к такому автоблогеру, как Стас Асафьев. Кто такой Стас? У него на канале собралось уже больше 325 тысяч аудитории. У Стаса есть два офиса, он занимается автоподборами. Один из них находится в Москве, вот прямо в этом здании. Второй офис у него находится в Санкт-Петербурге. Сам Стас приехал в Москву из Великого Новгорода. Парень молодой, ему 27 лет, тем не менее, ему действительно есть что рассказать. И прямо сегодня, прямо в этом интервью, мы зададим ему все вопросы и послушаем на них ответы напрямую от автора канала Стаса Асафьев. И как обычно, магия монтажа и наш жезл превращается в импровизированный микрофон. Друзья, а Стас-то уже прямо подошел. Привет, Стас! Огромное спасибо тебе, что ты легко так откликнулся. Друзья, позвонили, написали, Стас говорит, не вопрос. Буквально во вторник пишем, уже сегодня четверг и мы стоим со Стасом. Стас! Так быстро? Так быстро. Ну как тебе утро? Ну такое. Ну такое, обычное рабочее утро. Стас, у нас сегодня у тебя будет ряд вопросов. Первое, с чего мы начнем, ну раз уж мы стоим на фоне твоего офиса, расскажи, что там у тебя, как там у тебя, пойдем, не пойдем. Знаешь такую тему, типа, когда вот гости приходят в самый ненужный момент, у нас сейчас в офисе идет тотальный ремонт, мы там сносим стены, потолок, мы все красим, все меняем, вся мебель меняется. Там сидит бедный несчастный менеджер просто в куче вот всего этого дела, оформляет там клиентов и так далее. Поэтому мы это дело закончим через 3-4 дня, я тебе даже либо фотографии, либо какой-нибудь видосик пришлю, но офис, да, действительно находится вот тут. А скажи, пожалуйста, офис сколько квадратов? 40. Сколько плачь за аренду по офису? 46 500, что-то в этом духе. 46 500? Плюс 2000 уборка, ну короче, полтинник. 50 тысяч. И у тебя есть несколько менеджеров. Да. Примерно средняя зарплата менеджера, но чтобы человеку было понятно, что такое содержание в офисе. Менеджер какого? Именно который сидит на телефоне, ну продажник? Да, да, да. 70-80. 70-80, да. Слушайте, ну 70-80 тысяч это неплохая зарплата. Ну, для Москвы да это нормальная зарплата, для региона это типа, воу, ничего. А в Москве, ну это нормальная зарплата продажника. Стар, скажи, пожалуйста, кратко, какой у нас сегодня порядок действий? Сегодня, можно сказать, обычный день, потому что, ну я сейчас быстро сделал пару дел в офисе, сейчас мы прыгаем в тачку, едем на студию, снимаем видосик, потом еще, я так понимаю, мы с тобой еще отдельно там поснимаем что-нибудь. Ну и просто обычный день, то есть я всегда так немного в офисе, немного на студии, немного на съемках, потом где-нибудь там вертимся и так далее. Друзья, ну что, предлагаю отправиться сразу в дорогу, в процессе мы зададим все Стасу вопросы, поехали вместе с нами. Многие говорят, вот Стас любит Ваги. Стас, объясни, что происходит, почему мы находимся вообще в Тойоде Прадо и как выяснится, это твоя машина? Да, 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 так получилось и, да, я люблю Ваги, Ваги самый лучший автомобиль на земле, и Audi, и Volkswagen прям, one love. Но сейчас мы едем в Прадике, короче принцип такой, я захотел себе купить автомобиль, который я максимально не понимаю, чтобы его понять. И на самом деле ты сейчас немного будешь палить это дело, потому что у тебя видос раньше выйдет по-любому. У нас сейчас вот, ну, типа монтируется именно видос по поводу того, как мы его покупали, и на самом деле я его искал полгода. А расскажи нам, вот какого года автомобиль и за сколько в итоге ты его забрал? Так, это 8-9 год, ну восьмой смысле производства, 9-й покупки. Это максимальная комплектация, и взяли мы его миллион 285, один владелец, 150 тысяч пробега. Для Прадика это очень круто, это, его реальный рынок где-то 1,4. Стас, ну расскажи пока едем, вот откуда у тебя опыт? Ты занимаешься подборами автомобилей, ты рассказываешь людям о том, какую машину купить лучше, то есть даешь свои советы. Многие тебя воспринимают уже как эксперта, то есть вот Стас Асафь, я бы говорил, мне кстати очень часто прилетало в комментариях. Вот Стас сказал, а вот ты не знаешь. Вот расскажи, откуда у тебя опыт? Тебе уже 27 лет, ты вроде молодой парень. Где-то в районе университета, вот я получил права 18 лет, и до прав я вообще за рулем никогда не сидел, то есть я понятия не имел, что такое автомобиль. Я грубо говоря мог открыть капот, не найти там мотор, ну то есть настолько все было плохо. Вот столько получил права, начал ездить, мне как-то стало интересно все это дело, я начал читать очень много журналов и вообще всю возможную литературу, которая только тогда была. Ютуба не было. То есть это какой год? Это год примерно, сейчас, секунду, это год примерно 9-10. Жорик только первый анти-тест драйва начал снимать, Денис Рем только там где-то первое видео на диване начал записывать. Антон Воротников снимал все видео на одной парковке. Да, 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 вот это только-только начиналось, и я это тоже все естественно очень жадно смотрел. Потом в какой-то момент я наткнулся на Дениса Рема, я уже в тот момент уже периодически ездил с друзьями покупать автомобили, просто как знаешь, ну типа лишние глаза. Есть принцип, что 4 глаза лучше, чем 2. Потом наткнулся на Рема, типа увидел, что человек занимается оказывается вот этим всей историей профессионально. Я думаю, блин, а почему бы нет? Начал более детально гуглить тему и в общем как-то это все дело понеслось. То есть первые полгода я ездил бесплатно, то есть я купил там толщиномер, купил сканматик, если кто знает, что это такое, это сканер для ВАЗа, потому что в Великом Новгороде, типа в тот момент, все, кого я знал, все автомобили покупались, типа 4-ка, 15-ка, все вот это вот. Первый автомобиль, за который я уже взял деньги за именно осмотр, да, и помощь при поиске, это был красный Chevrolet Aveo, который до сих пор ездит у того же человека, то есть моего купили там году в 15-м. И через полгода, как мы вот начали искать автомобили, мы решили купить первый автомобиль на перепродажу. И вот там, когда я начал перепродавать автомобили, вот по сути у меня оттуда весь опыт и есть, потому что я этим занимался 3 года, это 3 года ты постоянно на осмотре, ты постоянно общаешься с перекупами на рынках и бла-бла-бла. То есть всю чернуху, которая происходит в Питере, в Новгороде и частично в Москве, вот я именно через это понял. Вот если бы тебя сегодня спросили, Стас, считаешь ли ты себя автоэкспертом, считаешь ли ты себя человеком, который очень хорошо разбирается в автомобилях и к чьему мнению стоит прислушиваться, что бы ты ответил? Нет, конечно, я не эксперт вообще ни разу. Я живу в такой парадигме, что чем больше ты чем-то занимаешься и чем больше ты во что-то погружаешься, тем больше ты понимаешь, что ты ни хрена не понимаешь. Ну типа это вот всегда так, что в съемках, что знаешь, да в автомобилях там и так далее, всегда ты, чем дольше ты находишься в какой-то сфере, тем больше ты знаешь людей, прям ну действительно крутых экспертов, там жизнь прожил с автомобилями, которые реально очень круто разбираются. Да, я разбираюсь лучше, чем обыватель, вот так я могу сказать. Стас, расскажи нам, вот как пришла к тебе идея вообще создать канал на ютюбе, стоять, рассказывать на камеру про автомобили, вообще откуда это пошло? Слушай, если ты откроешь первый видосик, это очень весело и можешь даже, наверное, вставку вставить, там знаешь, мы стояли на парковке УТЦ и можно сказать по приколу такие, типа давай снимем, давай снимем. У нас была камера, был фокус, а чё бы нет. Я там стою, боюсь камеры, я не знаю, что говорить. Всем привет, меня зовут Носаф и Стас, я занимаюсь автомобилями с пробегом, покупкой, продажей, помощью при покупке и так далее. И решил ввести свой видеоплог, в котором я буду рассказывать вам о том, как искать машины, смотреть нижней, нижней болезни, какие-то конкретные машины, ну и во всем в общем, про рынок и так далее. Вот именно реализация была вот по щелчку такая, что а давай, давай. А перед этим я, ну месяца, наверное, 3-4, может даже, наверное, больше думал о том, что можно было бы снять что-то, потому что мне самому очень сильно не хватало формата вот именно, что происходит с автомобилем с пробегом. Потому что, знаешь, мне там нужно ехать, там, допустим, с кем-то, покупать какой-то автомобиль, а какой-нибудь детальной информации в интернете сложно найти. А на ютубе существуют обзоры, на тот момент существовали обзоры только от Жорика и от Воротникова, где Жорик просто шоу устраивал и матом крыл тачку, а Воротников рассказывал, ну смотрите, у нас вот ролик круглый, у нас вот такая кнопочка, там 2 педали, все дела. Все, вся информация. И типа, что там под капотом, что там происходит с этими моторами, коробками, да, мне очень сильно не хватало этого формата, я просто начал делать его сам. Ну и как быстро начал канал расти, вот ты выложил первый видеоролик, через какое время вышел второй видеоролик? А там как-то вот, вот я выложил ролик, прошел месяц, мы подумали, ну давай что-нибудь еще, снимем, сняли еще что-то. То есть там первые полгода был разброд и шатание, там за первые полгода вышло роликов, не знаю, 7. Я дал рекламу у Жорика на тот момент, когда уже было что-то там на канале, то есть там сколько-то тысяч подписчиков уже было, дал рекламу, и это помогло. В какой-то момент. Почувствовал какой-то выход, да, с этой рекламой? Да, сейчас уже так рекламы не работают, как работали тогда, потому что там реально был только Жорик, там Антон, академик, только-только начинал, у него там первые 30 тысяч подписчиков были. И тогда реально, то есть, когда каналов было очень мало, тогда очень хорошо заходила вот эта реклама у блогера, тогда еще в целом как бы реклама еще у блогера, такого понятия такого не было. А сейчас это уже, ну вот, вообще не заходит, то есть мне, ко мне даже иногда обращаются люди, что типа, давайте порекламируем канал, а это не работает. Слушай, ну раз мы заговорились за рекламу, а скажи, пожалуйста, вот у тебя сегодня 325 тысяч человек на канале, на каком этапе примерно пришел первый рекламный запрос, где тебе предложили что-то зарекламировать за деньги? Слушай, рекламные запросы валятся постоянно, первый запрос я вообще даже хрен его знает, когда пришел, я его особо не запомнил, потому что я, у меня очень сложно купить рекламу, ну ее, точнее, практически невозможно купить. Единственная реклама, которая есть, это автору, потому что мы с ними партнеры, они очень меня поддержали в моей идее с Байкалом, и я им до сих пор безумно благодарен, там очень адекватные люди работают. Я прям, ну, я довольно часто езжу во втору, просто в офис потусоваться, потому что, ну, блин, там реально классные ребята работают. Комфортная атмосфера для тебя. Да, 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 рекламных ставок других компаний было за всю историю канала, я не знаю, штук пять, наверное. Немного. А скажи, пожалуйста, ты вот, например, рекламные ставки других компаний не размещаешь по каким причинам? Ты боишься, что тебе люди что-то скажут, то, что неправильно тебя поймут, или в чем причина? Причина в том, что я готов рекламировать вот те продукты, которыми в теории я могу пользоваться сам. То есть у нас, допустим, недавно была интеграция с Белкой, с коншерингом, я реально на нем езжу. И это реально удобный сервис. И в Москве это, ну, реально альтернатива транспорту, именно поэтому я согласился их рекламировать. А вторую я тоже сам пользуюсь постоянно. Плюс мы там периодически, ну, это, конечно, не реклама прямая, то есть мы иногда что-нибудь разыграем от ShowMe, например. У нас бывают там регистраторы и так далее. То есть мы их прямую не рекламируем, но в целом, как бы, это нормальная техника, и мы ее разыгрываем, дарим людям. Я каналам особо не зарабатываю. Это не главный источник дохода. Это больше источник клиентов, но узнаваемости бренда, меня там и так далее. А деньги я зарабатываю в подборе. Соответственно, мне нет вот нужды в каждый ролик вставлять рекламу. Потому что блогеры именно те, кто вот именно блогеры, и больше у них нет ничего, им, конечно, не единственное, за что могут жить, это за рекламу. Потому что монетизация ютубовская, она даже съемки не отобьет. А ты можешь сказать, смотри, вот ты снимаешь про машину, машины, насколько мне известно, это одна из самых дорогих тематик на ютубе с точки зрения монетизации. Так вот, за последние 3-4 месяца в среднем вообще, сколько падает именно непосредственно с монетизацией твоего канала? Монетизация моего канала это 1200 долларов. В среднем сейчас? В среднем по месяцу, да. Ну, чтобы ты понимал, грубо говоря, бюджет одного ролика, вот обычного тупого обзора, когда мы просто приезжаем, без каких-либо дополнительных, там, без дополнительного оборудования, без всего бла-бла-бла, примерно 15-18 тысяч рублей. И что вот снять обзор? Работа оператора, оборудование, работа монтажера. Если бы, грубо говоря, представить, да, что в среднем там выходит 4-5 видео в месяц на канале, и я абсолютно в каждой буду продавать интеграцию, не знаю, но это там 1150, наверное, будет. Вот смотри, утром просыпаешься, открываешь почту, пьешь кофе, и там тебе запрос, прям коммерческий запрос, и пишут тебе на полном серьезе, и говорят, казино, не даем полмиллиона рублей за одну вставку. Не, 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 за любые деньги, вот, кто не верит, может попробовать написать мне на коммерческую почту, с каким-либо предложением рекламировать кому-то дичь за любые деньги, а не за любые деньги пойдут гулять. Прилетали ли тебе запросы снять обзор на какой-то новый автомобиль, допустим, китайского производства, и за деньги, чтобы ты расхвалил, умолчал про всех всякие? Да, конечно, конечно. Были у тебя такие выпуски на канале? Нет, таких обзоров не было, то есть вообще у меня не было ни одного обзора на новый автомобиль. Причина очень простая, все хотят снимать обзор с цензурой, то есть мне постоянно, ну, как только там выходит новый автомобиль, любой вообще, на почту падает, что типа пресс-конференция, давайте мы вам дадим, там 5 дней катайтесь, снимайте тест-драйв, но скажите, что там багажник самый большой в классе и бла-бла-бла. Я говорю, что чуваки, смотрите, я специально вашу тачку обсирать не буду, но я буду говорить все, что я по поводу нее думаю. На таких условиях готовы предоставить автомобиль? Там новая Toyota Camry, ну и что? Ну, вышла на него. Вот, кстати, очень хороший вопрос, да пойдем. Ну, вышла новая Toyota Camry, двигатель тот же, коробка та же. Не, они заявляют, что там платформа другая, но, блин, камон. Это не видел еще на ней? Мне ее предлагают, ну, типа вот взять, и причем, кстати, вот хороший, опять же, отклик в сторону Toyota, что они вроде как готовы без цензуры, типа вот на машину вообще что хочешь, неси. Слушай, если тебе это предлагают, это вообще очень крутые условия, потому что мы охотились за этой Camry, мы бегали, я писал всем дилерам, мне сказали одно, что машину даем, строго вот, на площадке снимаешь. Нет, мне не... При менеджере, при менеджере, это круто, это реально круто. Это реально круто, это круто, потому что все, кто ребята снимали, вот насколько я смотрю, все, как бы, грубо говоря, под колпаком. То есть их смотрят и прямо отслеживают, если ты там что-то скажешь, ну, не знаю, наверное, они возлагают надежды, что на таких условиях ты скажешь, что самое хорошее. Не знаю, не знаю. Стас, расскажи нам, пожалуйста, про твой автоподбор Автопрагмат. Вот вы занимаетесь, как давно вы его открыли? Сложно тебе сказать какой-то, знаешь, день и время, потому что все происходило очень постепенно. Сначала я приехал в Москву в четырнадцатом году, ковырялся сам, потом у меня появился первый сотрудник, там, спустя, там, девять месяцев примерно, потом еще один, еще один, и как-то вот... Я могу сказать, когда мы офис отдельно сняли, офис отдельный, что у нас вот прям там сидят люди, ну, почти два года. Два года. Вот, а до этого это были, ну, просто вот был я, там, у меня несколько моих, там, чуваков, кто очень хорошо разбирается в автомобилях, и мы там все вместе, там, на телефонах, там, как-то пытались людям помогать. Главный руководитель, босс, шеф ты? Да. То есть все решаешь ты, то есть все, как бы, ключевое решение проходит через тебя. У тебя понятно? Я, конечно же, не все решаю, потому что у меня есть, опять же, и руководитель спецгруппы, который и руководит чисто специалистами, есть руководитель отдела продаж, который занимается офисом продажами, ла-ла-ла. Ну, то есть абсолютно всех решений я, конечно же, не принимаю, потому что многие решения могут принять, они за меня. А так, да, так я сам. Скажи, пожалуйста, на подборы ты сам лично выезжаешь, есть такой вариант? Крайне редко. Почему? Из-за загрузки, все очень просто. То есть я постоянно либо где-то на съемках, либо мы решаем какие-то другие вопросы, либо монтаж, либо я куда-то уехал. Главным критерием, короче, чтобы человек к нам устроился работать именно специалистом, он должен в автомобилях понимать не хуже, чем я. И вот реально, если взять всех специалистов, я самый тупой в своей организации и я этим горжусь. Слушай, ну а у вас есть какая-то почта электронная, куда, например, вот допустим, мы прежде чем приехать к тебе сделали пост в Инстаграм нашего канала, где один человек написал, говорит, ну спроси обязательно, у него такой вопрос. Мол, я сам хотел воспользоваться твоими услугами, то есть смотрю твой канал, но почитав отзывы увидел, что якобы люди, которые у тебя работают, не совсем профессиональны, долго искали машину. Вот ты как-то следишь за качеством их подбора, можно ли тебе напрямую написать, позвонить, куда сказать, Стас, привет, там вот так-то, так-то воспользовался твоими услугами, остался недоволен? Остался недоволен это в личку, как правило, все, ну то есть если какие-то ситуации возникают, они крайне редкие на самом деле. Я не знаю, что там человек, где человек находил прям какую-то пачку отзывов, все обычно решается мне вот в личку, пишут ВКонтакте, все. Я ее читаю, я там далеко не всем отвечаю, потому что сейчас у меня там что-то там 13 тысяч непрощитных диалогов на данный момент. Но я так или иначе каждый день проглядываю сообщения мельком, если там человек пишет, что спасибо, там все классно, я и не отвечаю. А если там какой-то прям серьезный вопрос, я пытаюсь как-то спрячься. По поводу того, что не совсем профессиональные. Вот так как у нас очень высокие критерии к специалистам именно, потому что для меня на самом деле было очень большой проблемой в свое время доверить поиск автомобиля, другому человеку. Я очень сильно переживаю за то качество именно автомобиля, который в итоге купит клиент, что у нас реально очень высокие стандарты по уровню подготовки специалиста именно технического, ну то есть вот именно в технических моментах. У нас к нам приходят люди, которые работают там по году, по два, ну в этой же сфере, то есть тоже занимаются подбором там, либо часто они сами ездят, посмотрят автомобиль, либо еще как-то, либо бывает там какие-то компании закрываются по подбору тоже. Команда разбегается, например. И они не приходят даже в стажировку, потому что ну нет у них базы теоретической, большой такой, чтобы они могли свободно и самое главное точно выдавать заключение по поводу автомобиля. И именно из-за того, что очень большие требования, довольно-таки мало людей, у нас всего сейчас 18 человек, у нас из-за этого, ну есть опять же некая проблема с тем, что мы на входе специально сдерживаем продажи. Мы человеку говорим, что у нас очередь, у нас месяц, у нас полтора, типа, жди. Ну если ты готов, то есть если ты хочешь прям вот завтра купить автомобиль, это не к нам, это точно не к нам. Либо там есть какие-то там условия, там офигеть, что там типа анлим бюджет, там типа и ищем, что хотим. Друзья, все вопросы по Тойоте к Стасу, личные комментарии, сообщения, все, он расскажет в новом видеоролике. Мы же приехали на новую локацию. Стас, расскажи нам кратенько, здесь у тебя находится студия? Ну не у меня, тут кросс-студия это здоровенная такая штуковина, где снимается пол Москвы на самом деле. И соответственно, там ты записываешь свои ролики и новостные. Да, студийные записываем здесь. И сейчас мы все это посмотрим? Друзья, пойдемте все вместе и посмотрим, как происходит запись роликов у блогеров. Наконец-то дошли до рецепшена, 5 этажей в здании, различные студии. На самом деле, как рассказали парни, я даже знать про это не знал, то что здесь снимается очень большое количество блогеров, то есть разные локации, дуть. То есть все здесь присутствует, встречаются люди, снимают. Мы подходим к нашей заветной двери, парни уже зашли. Я просто офигел от того, что существуют такие места. Честное слово, сколько снимаем, даже знать не знал, что можно нарваться на такое. Вот зайди, пожалуйста, покажи. Вот такая студия полностью готовая под съемки. То есть здесь можно делать фото, видео, что угодно. Стас, сколько стоит эта студия? Шесть. За пять часов. За пять часов. То есть получается 1200 рублей в час. Ну реально круто. Стас, вот расскажи, пожалуйста, ты приходишь на эти студии, записываешь ролики. Ты делаешь новые ролики, у тебя есть разные тематики. Откуда пошла идея создавать эти тематики? И кто пишет сценарий самое главное? Слушай, да, на самом деле вот у нас нет как такового, знаешь, формата вот прям какого-то определенного, да, и у нас нет так вот. Мы просто всегда разгоняем всякую фигню в головах. То есть там либо я, либо Олег, либо с парнями там, с остапрагматом и что-то. Просто сидим разгоняем, что бы такого снять, чтобы было интересно. Студийные видосы у нас появились относительно недавно. Сколько? Год. Год. Ну типа да, около того. То есть не очень давно мы начали это дело снимать, просто пробовать. И как ни странно, студийный видос снять нифига не проще, нежели обзор на тачку. Вот, потому что более как-то плотно нужно работать с текстом, так как ничего в кадре не происходит, кроме тебя самого. Нужно динамику держать, нужно как-то, ну, короче, куча тонкостей. И не думаешь, что знаешь, типа, если есть студия, то это халява. Типа, ты перед камерой встал и нагрелся, что хочешь, нифига. А расскажи, в чем подвох? Вот вы, например, снимаете студию на 4-5 часов. Ролик в итоге получится на 10-15 минут максимум. И вот 4-5 часов ты снимаешь, ты как бы готовишь сценарий. Что не получается? Ты вроде бы хорошо говоришь, у тебя поставлена рейд. Смотри, сценарий я не пишу никогда. И это принципиальная позиция. У нас были тесты, несколько видосов мы снимали прям по тексту, по заготовленному. Но на самом деле на кадре потом, на финальном монтаже нет большой разницы в том, что там, где я говорю по сценарию, по тексту, я как-то более четко говорю или формулирую. Я все равно, я прочитаю предложение, потом я все равно своими словами пересказываю. Я всю дорогу работал из головы. И, наверное, в этом есть еще относительно какая-то вещь. Очень много народу, особенно в первое время, когда у нас был канал, только начинался, писали про то, что я сложные вещи объясняю простым языком. Я вот очень боюсь потерять эту штуку. Я очень сильно боюсь стать непонятным. И поэтому я иногда специально в технические подробности автомобиля не углубляюсь. Либо в какие-то очень тонкие вещи, которые могут быть непонятны простому человеку. То есть я всегда стараюсь говорить на языке вот на простом. Вот ты, получается, как бы голова, ты создаешь мысль, и ты ее потом приводишь в действие. Условно, у тебя есть оператор, у тебя есть человек, который занимается монтажом, у тебя есть два офиса, за которые нужно платить аренду, у тебя есть люди, которым нужно платить зарплату. Вот в месяц содержание вот такого, так скажем, любимого хобби, как YouTube, и автоподборы, как работы, сколько тебе вообще обходится, что нужно вот раскидать денег, что вот обязательно это нужно сделать. Ну, понимаешь, себестоимость этого в месяц. Ну, смотри, YouTube, он же деньги все-таки не приносит. Там все та же самая, там тысяча долларов монетизации в месяц, там, и плюс еще какие-то там отчисления по контракту со вторых. Я просто, а второшный контракт я не имею права раскрывать, потому что он у меня подписан, и все. Но там тоже какие-то деньги есть, естественно. И, грубо говоря, YouTube сам по себе, если взять все выплаты по автору, если взять все выплаты по вот там, то, что мы там в студии снимаем, там, ребятам я плачу заработаю, тогда оно примерно будет в ноль. То есть там только трудозатраты наши вот, что по времени, ну и просто потому, что мне нравится этим заниматься. В любом случае, большая часть клиентов, ну, наверное, тебе приходит через YouTube. Да, конечно. То есть люди смотрят ролики, они видят, что ты разбираешься, сайт, они к тебе заходят. Да. Представьте такую ситуацию, вот сегодня четверг, ты просыпаешься в понедельник утром, заходишь на YouTube, а YouTube больше нет. Все, его заблокировали, восстановить нельзя, YouTube больше не существует. В твое дальнейшее действие, как ты думаешь, автопрогмат, подбор, он сможет существовать дальше или YouTube это как бы... Это очень сложно. Я на самом деле думал об этом, потому что в свете последних блокировок, попыток телеграмма и прочих всяких штук, я прям на серьезных щахах сидел и просчитывал вариант, что будет, если YouTube заблокируют. Потому что дело даже, знаешь, дело даже не в автопрогмате, дело даже не в том, что мы деньги этим зарабатываем. И я на YouTube положил последние лет пять своей жизни, и я не знаю, что бы я делал. То есть, понятное дело, что можно дальше заниматься подбором, можно дальше все это дело прокачивать и так далее, но в том виде, в котором это есть сейчас, оно, естественно, затохнет. Ну, естественно, мы там растеряем половину команды, потому что тупо не будет загрузки такой большой и так далее. Как ты провожешь свое свободное время, когда, допустим, суббота, выходной день, тебе никуда не нужно идти, ты ничего не снимаешь, как пройдет твой день? Он пройдет в трех форматах. Первый формат – это день тюлень. Ну, я буду просто валяться на кровати, типа, играть в тюленя. Второй вариант – куда-нибудь поехать, ну, погулять, там, в кафешку сходить с девушкой, там, либо еще что-то. Вообще, на самом деле, у меня, как таковых, выходных-то нет. То есть, я когда чувствую потребность, что мне нужно отдохнуть, я уезжаю в Великий Новый год. Либо уезжаю куда-нибудь, типа, не знаю, в Питер. Ну, куда-то вот именно разгрузиться там, типа, на 2-3 дня, да. А если вот что-то делать по вечерам дома, я старый задрот. Я люблю всякие игрушки, и особенно, там, варик треки, там, ну, прям старые какие-то штуки. Я вот там что-нибудь скачаю до 2002 года выпуска и сижу, угораю по этому поводу. Потому что, ну, моя школьная жизнь и начальная университетская, она прошла вся в играх просто, вот, вот и до. Вредные привычки, кальян, сигареты, алкоголь. Кальян я курю лет 7, я очень хорошо в нем разбираюсь. Да я, наверное, даже могу сделать отдельный канал просто по кальяну, типа, и... Дымный, душистый. Да, 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 вот это все. То есть, я, ну, реально очень хорошо разбираюсь в теме. Стас, назови нам топ-5 автомобилей на вторичке седанов по цене до 1 миллиона рублей. Год может быть разный. Вот, если к тебе приходит человек, миллион рублей, либо там 700, 800, 900, и что, до миллиона. Пум-пум, что ты можешь назвать. Блин, надо секунду подумать, потому что у каждого автомобиля есть своя задача. И, типа, знаешь, можно купить и Ц-шку 204-ю, и А4-Б8-ю, рестовую, в бомж-комплектации. А можно купить 50-ю Camry. Отлично. Разный автомобиль. Ставлю тебе задачу. Три года хочу отъездить на машине, и чтоб не имело мозги. Я думаю, это самое стандартное. Три года, чтоб не имело мозги. Да. А, Camry, в первую очередь, раз. Я бы еще посоветовал подкопить бы, типа, тысяч 100 и купить F-30. Хороший автомобиль. Ей 90 говна кусок. Аккорды, это чуть дешевле. За 800 можно хороший найти. Mazda 6 мне не сильно нравится. Последняя. Ну, но ее тоже можно купить хороший автомобиль. Passat не совсем супер. Можно с ним жить вполне. Да, наверное, так-то все. А назови топ-5 паркетников, если рассматривать от миллиона до полтора миллиона. И примерно та же самая задача. Хочу купить машину для семьи, условно, чтобы не делала мозги. И так же на три года. Ну, во-первых, корейцы. Любой какой-то ткнешь в этом бюджете, они все нормальные. Для меня любимый автомобиль Honda CR-V, именно кроссовер, но четвертое поколение уже с вопросами относительно ценника. То есть, если там третье поколение можно хорошее купить за 800-900, и это будет прям офигенный классный автомобиль. Четвертый будет, по сути, то же самое, немножко в другом дизайне, но за 1,3. Как бы непонятно, зачем это делать. Да и по большому счету так-то рынок-то и схлопнется в этом месте. Аутлендеры стандартные. Ну, это в любом случае японо-корейское что-то. Тигуан тоже можно посмотреть, хороший автомобиль. Да и, наверное, все на этом. А, и, кстати, X3 еще хороший автомобиль, если дизельный будет. А вот вопрос такой, если мы заходим за сумму 1,5-2 миллиона рублей, вот частенько люди начинают смотреть на автору и вылетают предложение, например, X6 2013 года, X5 2013 года. То есть, пятилетние автомобили, они получаются примерно 1,8-1,9-2 миллиона. В принципе, можно найти. Как ты считаешь, покупать такой автомобиль с пробегом, допустим, 8-100 тысяч, с расчетом, что поедешь на нем 3 года, накатаешь еще 1050-70? Да можно, можно. На самом деле можно. Вопрос, понимаешь, у автомобиля есть две цены. Это вот точнее, у нового автомобиля есть одна цена. Это вот, собственно, вот прайс, ты за него выезжаешь из салона и все. А у БУшки есть две цены. Первая цена это, за которую ты, собственно, покупаешь автомобиль, вторая, сколько он тебе стоит в год. И все зависит от того, на что ты готов. То есть, если у тебя два мульта и в год ты готов тратить там полтос максимум, то есть, ты эти 2 миллиона копил там, блин, всю жизнь там еще прадедушка тебе начинал откладывать на этот автомобиль, то тогда да, ты тогда покупаешь корейцы, японцы, что-нибудь в этом духе и спокойно себе едешь. Вообще лучше что-нибудь новое купить. Если ты в целом как бы быстро эти деньги заработал, ну так случилось, бывает, и в целом ты понимаешь, что 1200-300 в год для тебя не проблема, то можно вообще покупать что-то угодно, грубо говоря. Автомобиль должен подбираться под твою конкретную задачу, под твои условия жизни, под то, для чего он тебе нужен и так далее, и так далее. И тут очень много нюансов. То есть, ну, очень сложно, знаешь, вот так вот, типа, за два мульта чего купить. Слушай, я на самом деле вообще упоротый персонаж, и на мой вкус ориентироваться вообще не стоит, потому что, вот, чтоб ты понимал, типа, прежде чем купить Pradik, я такой, S4, B7, Pradik, S4, B7, Pradik, ну, понимаешь, это вообще жопа какие разные автомобили, вот. И, скорее всего, S4, B7 я куплю после него, то есть, я в нем сейчас там какое-то время поезжу, составлю для себя какое-то мнение, не знаю, пойму я большие автомобили, не пойму я большие автомобили. Но, S4, B7 я все равно куплю. Стас, ну, выдели тогда нам, смотри, вот сегодня и вот нынешний автопром, это корейцы, вот даже сейчас заходят китайцы очень хорошо, ну, относительно хорошо. Поэтому будут высказать сомнения. Японцы, немцы, вот кто из них, вот, сегодня номер один, номер два, номер три, хотя бы вот линейку. Нет, номер один-то ВАК всегда, это ВАК, ВАК ван ЛАП. Преданный поклонник, да. Ну, не, у меня автомобиль мечтает, это RS6, C7, либо C8, сейчас посмотрим, что они представят из этого. Ну, вот RS6, Аван синий, это все, это вот, это вот то, на что я готов работать всю свою жизнь. Второе место, японцы. Кто ты, вот кого бы ты вообще выделил бы? Вот многие говорят, вот, Toyota, это надежно, это классно. Вот если посмотреть на автомобиль, в целом, надежность, да, раз. технологии личность. Ну смотри, если брать конкретно Тойота, Тойота для меня это Крузак. Только Крузак. Только Крузак, все остальное это говно маркетинга. Ну типа прям вот. Ну Camry может быть, но блин, все равно это тоже переоцененная штука. Тойота это Крузак, вот лично для меня. Все остальное всякие RAV4, Corolla, все вот это вот, это все такая шняга вообще. Взять что-то там за допустим 4, да, с теми ценностями, которые несет в себе Крузак, что прадик, что обычный, ничего рядом, особо такого же не найдешь по совокупности факторов. Да, конечно, можно сказать, что там патрол, там туда-сюда, но нет, потому что патрол потеряет стоимость, он не такой надежный, он не такой пролезающий его сюда, ну и так далее, и так далее. И нельзя, кстати, с Крузаками сравнивать Туареги, Ку-7 и прочие штуки, потому что это тоже другие ценности совершенно. Китайцы активно лезут, пытаются лезть через блогеров, проплачивать. Вообще, вообще терпеть не могу. Просто Китай для меня это... Для меня китаец в текущем российском рынке это ошибка на всех уровнях. Ты его купишь новый, задорого уже, потому что они уже стоят ни хрена, не как раньше там, знаешь, там полстоимости от цены нормального автомобиля. Ты его купишь задорого, ты потеряешь все свои деньги, потому что ты потом его не продашь, особенно если ты купишь какой-нибудь ноунейм-бренд типа Zoyteye или Zoyteye, который делает подделку, короче, на 1,6 на палке. Половина стоимости очень быстро потеряется, и потом найти второго такого же сумасшедшего человека, как и ты, чтобы ему потом продать автомобиль, задача невозможная. Обслужить вопрос, запчасти вопрос. То есть, если ты покупаешь лифан, который уже плюс-минус понятен, то да, но все равно у тебя амортизация большая. И все равно непонятно, зачем это делать. Потому что, блин, ну хочешь ты себе дермантиновое сиденье, которое а-ля кожаное, и мафан, который ни хрена нормально не играет, ну блин, зачем? Топ-3-5 машин, которые ты бы выделил для себя, которые ты бы хотел купить. Вот заиметь, чтобы у тебя был там либо Porsche, либо Mercedes, желаемые машины такие. Ну смотри, это можно разделить по секторам. Типа машина, типа псих, это РС-6. Машина там а-ля, которая на каждый день куда угодно, это крузак. Машина чисто поугарать, повеселиться, и чтобы было прикольно. Это какой-нибудь кадрик там а-ля 911, они бывают в Fiverr. Стас, расскажи вот самые какие-то необычные ситуации, которые у тебя были вот в процессе работы, там, подборов. То есть какие-то приходили чумовые клиенты, которые говорили, я хочу найти машину, которая в России там, условно, не существует. Такие приходят. Да, конечно, такие приходят, и мы очень вежливо отказываем, когда нереальные какие-то штуки, но всегда, знаешь, всегда бывают какие-то моменты очень забавные. Я всегда, когда вот, ну, когда спрашивают такие вещи, я очень часто рассказываю историю про подлокотник. Был человек, которому он хотел киосин, и единственным параметром про автомобиль, там, год выпуска, цвет, все пофиг. Самое главное, чтобы был подлокотник, все, все остальное неважно вообще. Комплектация, вообще ничего, мне нужен подлокотник, все. Потому что у человека до этого было там, то ли десятка, то ли двенадцатая, у меня не было подлокотника, он грустил очень сильно по этому поводу. Это было еще давно-давно, еще в лохматые там годы, там, 12-13-е, когда вот я еще жил в Новгороде и ездил в Питер. И мы нашли СИД, там денег было, я не помню, 1400, но вот первый рестовый СИД, то есть, ну, типа, стандартная тема. Мы нашли СИД у дедушки в Новгороде, универсал с тробегом 10, он новый, то есть, он все педали в пленках там еще там, ну, то есть, он прям новый, короче, но подлокотника нет. На что клиент такой, ну, нет, давайте поедем в Питер, что-нибудь поищем еще. И мы поехали в Питер, день там откатались, то есть, он, по сути, взял просто как вот, ну, типа, поехали со мной, я там подобрал объявление, поехали со мной поездим посмотрим. И в итоге он находит, Вася с подлокотником, СИД, но он у перекупа, он вшатанный в сторону, он без обслуживания, он вообще весь кривущий, но подлокотник, вот, он не манен. И я всеми ногами и руками топил за то, что нет, ни в коем, не надо, забей вообще, то есть, ты меня взял, ну, типа, ты хочешь мое умение, мое умение, ни в коем случае это покупать нельзя, потому что у тебя везде косяк, нет, не надо. Но в итоге подлокотник победил, и как бы, да, он купил, потом через полгода продал, потому что он был проблемный все-таки. У меня было несколько продаж, когда люди покупали автомобиль, даже не заводя мотор. Не то, чтобы там документы, там подъемники, что, машина тут, десятку скинешь, поехали. Все. На сегодняшний день такое тоже бывает? Да, конечно. То есть, все это осталось. Половина рынка такая. Расскажи, пожалуйста, а были какие-то конфликтные ситуации, возможно, с другими подборщиками, либо же вы куда-то приезжали смотреть автомобиль, доставали камеру снимать, выходил какой-то другой перекуп, и там что-то не до драки могло дойти. Слушай, с подборщиками конфликтов никогда никаких не было, потому что мы все плюс-минус общаемся, тем более, ну, типа, сфера так-то по большому счету узкая, то есть, там, именно больших каких-то ребят, ну, там, по пальцам пересчитать. И все как-то плюс-минус, ну, друг с другом нормально общаться. Да, бывает там момент, что, там, кто-то приедет раньше, чем мы, или наоборот. Ну, типа, но все такие, ну, блин, ну ладно, все позитивно. Да, все нормально совершенно. А вот с перекупами, да, с перекупами бывают разные ситуации. Я один раз дрался на авторынке, был такое, но это было еще в Новгороде. И в Питере, кстати, один раз мы получали по щам тоже от перекупов, потому что, ну, типа, была ситуация банальная. Человек приехал, посмотрел машину, ему все вчесали, ему все понравилось, но у него что-то в конце там щелкнуло, и он такой, блин, позову кого-нибудь. Звонит нам, мы приезжаем, начинаем разносить автомобиль, а перекуп уже, вот уже сделка-то, вот она была, и там началось. Да я тебя, Вайса, найду, я тебя закопаю. Ну, и вся вот это, короче, у меня. Какое-то время, я, конечно же, на это не реагирую особо. То есть, я с ними общался, я им обосновывал, что, типа, что вы не правы тут, ребята, потому что вы, блин, продаете в шатанную информацию. Да, я его купил, я его и продаю. Слушай, вот эта история такая, знаешь, очень часто подобного рода реплики можно услышать, например, в торговом центре Москва. То есть, это на самом деле очень известный центр, кто с региона, друзья, есть такой большой, там, 7-этажное здание, к вам приходят, там очень много автомобилей, от начинают обычно до премиальной. Про АТО «Москва» сейчас расскажу тебе историю. Вот у меня вопрос такой, вот ты ходил-то, снимал сюжеты, не боишься ли ты, что твою машину могут сжечь случайным образом, что тебя могут поймать? Потому что, не хочу ничего наговаривать, но люди, которые там работают, зачастую похожи на тех самых бандитов из фильмов про 90-е и так далее. Да, да. То есть, такое бывает. Вот отсюда вопрос. Ты с нами был, когда мы в АТО «Москва» поехали? Тебя не было. Короче, история. Мы сняли ролик про АТО «Москва», и там я, типа, говорил, что это Мордор, там живут орки, и там все очень плохо. Набрал там какое-то количество просмотров, я не помню. На тот момент, когда происходила именно история, там было, типа, ну, 300 тысяч и так далее. Тогда нас было меньше, тогда я еще ребят стажировал, сам ездил на осмотре, и у нас вот был чувак, который вот только устроился на работу, он только-только, он вообще, он до этого, он работал там у дилера в нормальных человеческих условиях и так далее. И я такой, о, слушай, поехали, я тебе дичу покажу. И мы с ним поехали в АТО «Москва». И при этом я с собой еще взял девушку свою, и на тот момент мы с ней были, там, знаешь, знакомы, там, пару недель. Ну, короче, вот мы с ним приезжаем в АТО «Москва». Ходим там между машинами, я там ему что-то показываю, угораем, смеемся, типа, что вот, говнище кусок, вон там говна кусок, там, и бла-бла-бла. И тут из другого конца зала «О, а это, а ты снимаешь, ты, иди сюда». Короче, сбегается человек 40-50. Менеджеров каких-то, ну, типа, всех вот, а там половина же еще, ну, как сказать, политкорректно. Люди с горячей кровью. Да, офигенно. Люди с горячей кровью, да, там половина. И начинается, типа, да ты что, да ты кого-то морками назвал, да я тебе сейчас, эээ. Причем громче всех орал вот такой чувак, ну, типа, ну, это ладно, это так всегда. И я понимаю, что, типа, ну, что жопа. То есть, это закрытие, это там 8 или там 9 вечера уже под закрытие. Людей нет, то есть, есть вот толпа менеджеров. Я, там, Димон, условно, и Кристина. Все, вот, мы втроем, то есть, они все вдвоем с упочными глазами стоят. А я, как бы, понимаю, что единственное, что можно в этой ситуации сделать, это зассать. Потому что, ну, как только, типа, народ чувствует, что ты боишься, это самое-то фиговое. Я давай на них в ответ гнать. Вот их стоит у меня 40 человек, а я на них, да вы там сами, типа, и так далее. И все это, все вот эти качели, про то, что вы тут говно продаете и так далее, они уходят до того, что, типа, да есть у нас нормальные машины, пошли покажу. Я такой, да пошли, типа, посмотрим. Ты заходишь на первый этаж, а там есть еще подвальный этаж. Есть подвальный этаж. И я вот думаю, что если нас сейчас ведут в подвал, то все, жопа точно. Ну, типа, все, типа, это последняя встреча с подписчиками, значит, типа. Но в итоге нас все равно там приводят, там, на первом же этаже показывают какой-то ренджак. Он тоже со стороной оказывается крашеный. Тут же при этом говорят, вот, не битая, не крашеная, тупо толщинами, он в одном из оттыкает, типа, и вот, пожалуйста. Как-то я эту ситуацию разруливаю. Мы потом уже дальше начали просто с ними общаться. Но в момент, когда мы уже, типа, выходили, я понимаю, что, типа, Димон такой, ну, не очень, чувака Дима звали. И Кристина тоже такая, типа, что я тут делаю еще, что произошло, типа, что, ну, то есть там реально было вот на грани. Ну, были требования, удали ролик, были угрозы, смс какие-то, когда-то поступали, тебе говорили, тебе там, она, все. Слушай, ну, когда мы снимаем что-то про Перекупов, как правило, удали ролик прилетает, типа, какая-то, ну, качель прилетает. Ты хоть раз что-то такие делал, удалял какой-то? То есть, огромный выбор, можно приехать, купить автомобиль. То же самое, по сути, можно сказать, там, из Санкт-Петербурга. Да. Вот есть, взять вот эти два рынка, вот, Москва, Московская область, Питер, тоже область. Из 100% вторички, как вот ты просто примерно процентом соотношения оценишь реально хорошие машины? 5%. 5%. Все остальное 95% это нечестное объявление. Хлам. Да. И криминал. Да. На самом деле, Питер и Москва кардинально разные, мало того, что города, так еще и по автомобилям тоже кардинально разные. Вот конкретно по Москве есть пара принципов. Если ты, допустим, ищешь тачку, все, что стоит в продаже более двух недель, если ты ищешь какой-то популярный автомобиль, ну, который хоть как-то пользуется, знаешь, популярностью, то есть, не какой-нибудь там Volkswagen с Сиропром, например, а вот, ну, там, Гольфы, Джетты, там, Туареги, там, все, что угодно, все, что можно встретить на дороге вот так вот сегодня, да, то есть, это стоит больше двух недель, скорее всего, это хлам. Либо это дорого, необъективно, либо там хозяину дозвон, либо с тачкой все очень плохо, либо с документами косяк. Потому что, как только появляется хорошая машина, тут же либо туча подборщиков, перекрупов, там, кого угодно прилетает и забирает автомобиль. Ну, и просто людей, кто ищет автомобиль. Любой автомобиль нужно очень досконально диагностировать. Хорошие тачки очень редко продают, ну, именно в свободную продажу. В текущих условиях рынка, особенно, знаешь, там, трехгодовалые, там, четырехгодовалые автомобили, их очень часто просто тут возлют в среду. А там его забирают менеджеры, там приемщик, там закупщик, они все между своими перекупами, либо между собой ее куда-нибудь продадут, денутым и так далее. Вот этот прадик, который вот мы купили, он выцеплен именно таким образом. Его на меня начали оформлять еще тогда, когда человек машину новую в салоне не забрал. То есть, чувак приехал, отдал машину, пошел оформлять документы, и в этот момент уже документы оформлялись на меня. То есть, о какой-то свободной продаже, даже там, о сайте, его вообще нигде не было. И вот так вот все автомобили, ну, хорошие расходят. Пролетело практически пять часов, ролики записаны. Стас, ну, расскажи теперь вот нам напоследок, как вообще на личном фронте? Девушка, жена, дети? Жены нет, детей нет, но на личном фронте счастлив, потому что есть любимая девушка. Если приходишь домой, садишься за компьютер, либо за телефон, и думаешь, блин, что бы посмотреть на ютюбе? Назови топ-5 блогеров, которых ты смотришь. Вообще разная тематика. Поперечный, Даня. Прям жирный-жирный лайк. Ну, бэдкомидиан, само собой. Да и в основном все такие мастодонты. Ну, Вилсу я смотрю часто. Академика перестал смотреть Костя. Костя, давай что-нибудь интересное. Да, наверное, так-то и все. Я в целом, как бы, пытаюсь смотреть, что в трендах, но это кроме кровь из глаз больше ничего, как бы, не дает. Ну, и так весь транспорт поглядываю, периодически, что происходит. На самом деле, я вот последний, наверное, год, я транспорт стал меньше смотреть, сильно меньше смотреть, нежели смотрел раньше. Раньше я смотрел только транспорт, а теперь я смотрю вот, ну, в целом все, что происходит. Клик-клак весь смотрю, Усачева смотрю. Ну, в общем, стандартно все, что мы можем найти с вами на первой странице. Стас, расскажи кратко о своих планах на грядущее лето. То есть, в целом, что будет? Все то же самое пока продолжаться или будет больше появляться новых рубрик, много планов в голове? Сейчас есть задумки на три новые рубрики. Я пока их не буду говорить, потому что, ну, типа, не факт, что они будут и не факт, что в том виде, в котором они сейчас у меня... Но, в целом, как бы, контент сейчас будет новый. И мы сейчас бахнем прям пачку обзоров. Вот это точно будет. Это в июне. Вот машины для обычного человека. То есть, там, кроссовер за 800, там, и всякие такие штуки. Вот именно живые автомобили. Не какие-то там, типа, что вот как с ракет, там, Камри, да, там был обзор. Стас, ну, а тебе напутствующие слова всем твоим зрителям, всем тем, кто посмотрел ролик, всем автолюбителям. Пару слов. Слушай, блин, напутствующие слова. По сути-то, единственное, что я могу, как человек, который в рынке автомобилей с пробегом, сказать это... Будет очень здорово, если никто из вас не попадет ни в какие неприятные ситуации с автомобилями, с автомобилями с пробегом, с новыми автомобилями, да и вообще. И чтобы все тачки, которые у вас есть, только вот радовали. Да и все, наверное, фиг его знает. Огромное тебе спасибо за это интервью. И очень ты душевный человек, понравилось то, что встретили. Поэтому, друзья, вам спасибо. Вот таким получился этот видеоролик. Я надеюсь, вам понравилось интервью, были интересные вопросы. Пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, понравилось, не понравилось, кому пойти следующему. У нас на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Там всегда выходят только свежие события. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...